Вы смотрите канал Криптодилерс. Подпишись прямо сейчас, чтобы не проспать to the moon. Deforex от Waves Exchange. Расширение DeFo от Neutrina изменит финансовые рынки. Стейблкоины, привязанные к национальным валютам, теперь доступны для трейдинга и стейкинга в DeFo, расширении протокола Neutrina. Расширение Decentralized Forex или DeFo, запущенное на протоколе Neutrina 29 сентября, обеспечивает удобный обмен и стейкинг стабильных цифровых активов, привязанных к национальным валютам, биржевым индексам и сырьевым ресурсам. DeFo, расширение с открытым кодом, может быть интегрировано в любой интерфейс. Его запуск – первый шаг к созданию полностью децентрализованной мировой финансовой системы. В эпоху, когда DeFi совершает революцию в традиционной банковской системе, создание удобных мостов между криптовалютой и фиатными валютами крайне важно. DeFo – серьезный шаг в этом направлении, открывающий возможности для высокодоходных депозитов и дешевых переводов, благодаря высокой скорости и низким комиссиям блокчейна Waves. Цель DeFi – улучшить существующую финансовую систему, а не заменить ее. Поэтому возможность свободного обмена между фиатными и цифровыми валютами очень важна, и DeFi сыграет в этом процессе значительную роль. Запуская DeFi, Neutrino стремится дать удобный доступ к таким финансовым инструментам, как депозиты, инвестиции и обмен валют, жителям стран, где банковская система несовершенна или предлагает невыгодные условия. На момент запуска DeFi, 7 стейблкоинов, привязанных к национальным валютам, включая USDN и еще 6 выбранных сообществам, доступны для обмена и стейкинга, а также для трейдинга на Waves Exchange. Это алгоритмические стейблкоины, выпущенные смарт-контрактами и обеспеченные токенами USDN и Waves. Стабильность их курса поддерживает алгоритм резерва NSBT. Сеть безопасных оракулов постоянно отправляет в блокчейн актуальные данные о курсах валют на фиатном Форексе. Сообщество сможет создавать пулы, делиться ликвидностью и влиять на будущее развитие расширения DeFi и продуктовый роудмап Neutrino через инструменты управления. Так, сообщество решит, какие следующие монеты будут выпущены на DeFi. Подробную информацию о том, как выпускать токены на DeFi, торговать ими или сдавать в стейкинг, а также о базовой технологии расширения можно найти на сайте Waves Exchange. Стоит заметить, что руководитель направления развития новых рынков Waves Association Максим Перцовский в своей авторской колонке на РБК Крипто заявил, что специального регулирования для сферы DeFi пока не существует ни в одной стране, так как даже статус криптовалют еще мало где определен. В странах, где есть регулирование и налогообложение криптоактивов, например, Япония, Австралия, США, некоторые страны ЕС и так далее, доходы от DeFi очевидно будут рассматриваться в рамках действующего законодательства. В России после принятия закона о цифровых активах сложилась особая ситуация. С 1 января 2021 года к выпуску и обороту будут разрешены только токены, эмитент которых зарегистрируется в Центробанке РФ. Аналогичное разрешение Центробанка должны иметь и торговые платформы. Существуют и другие ограничения, например, максимальная сумма для покупки токенов неквалифицированными инвесторами. Токены DeFi, обращающиеся на публичных блокчейнах, не попадают в предусмотренную законом категорию CFA, так как их разработчики вряд ли будут регистрироваться в ЦБРФ. Поэтому они останутся в серой зоне, балансируя на грани запрета. Ситуацию может прояснить находящийся в разработке проект закона о цифровых валютах, но его содержание до сих пор не опубликовано. Даже без учета неясности и регулирования, будущее индустрии DeFi не предопределено. Криптовалюты дали людям возможность управлять своими деньгами без контроля государств и посредников, а ICO открыли проектом альтернативный источник финансирования. DeFi впервые предлагает полноценную независимую финансовую экосистему, включающую все необходимые платформы и сервисы. Однако индустрии DeFi придется столкнуться с серьезной конкуренцией со стороны традиционного финансового сектора, финтех-компаний, приложений открытого банкинга и цифровых валют центральных банков CBDS. И после угасания первого хайпа, ей еще предстоит долгий путь взросления и стандартизации.